Этот подкаст про 14 февраля. 14 февраля, день 100 Валентина или день всех влюбленных. Происхождение этого праздника до сих пор является причиной споров разных исследователей. Вообще праздники любви были очень давно, еще в разных языческих культурах. Например, римляне в середине февраля праздновали фестиваль эротизма Луперкалии в честь богини любви Жуна и бога Фавна. Одно из его имен как раз таки Луперкаль. В какой-то момент церковь запретила проведение Луперкалий и на смену им пришел день святого Валентина или день всех влюбленных. Кто же такой святой Валентин? Валентин это один из христианских мучеников, живших в средневековье. Валентин римский его еще называют. Что же там у них случилось? Это произошло примерно в 269 году. В то время Римской империей правил Клавдий II. Римская армия была в состоянии войны и испытывала острый недостаток новых солдат. И Клавдий был убежден, что все его беды армии от того, что солдаты вступали в брак. Так как женатый солдат думал не о деле, а о своей семье и возможностях ее прокормить. Тогда Клавдий запретил всем легионерам вступать в брак. Но любовь штука такая. Указом императора невозможно запретить солдатам влюбляться. И в то время нашелся один священник Валентин из города Тернии, который плевал на указ императора и тайно венчал солдат с их возлюбленными. Валентин был очень романтичным человеком. Он не только помогал заключать браки, но и помогал помириться влюбленным, если они поссорились. Он, например, помогал писать любовные письма или делать романтические сюрпризы возлюбленным. Вот такой вот Валентин. Понятное дело, что вскоре император узнал о преступных делах Валентина и приговорил его к казни. Но трагичности ситуации добавляет еще тот факт, что сам Валентин был влюблен в дочку своего тюремщика, который перед казнью написал прощальное письмо, которое подписал «Твой Валентин». Письмо прочитали уже после его казни. Как мученик он был канонизирован католической церквью через два с небольшим века. В 469 году Папа Римский Геласиус объявил 14 февраля днем Святого Валентина. Вот такая история. В 1969 году в результате реформы богослужения Святой Валентин был изъят из литургического календаря церкви. Но не только он, оттуда убрали всех святых, сведения о жизни которых были противоречивыми или недостоверными. Хотя и до 69 года церковь не очень-то одобрял традиции празднования этого дня. Так все было или нет, мы на самом деле не знаем. Но по всей видимости именно из-за этого последнего любовного письма Валентина к своей благоверной пошла традиция Валентинок. В разных странах этот праздник начали массово праздновать в разное время. Например, в России где-то с начала 90-х годов. Правда у нас есть свой аналог этого праздника. 8 июля день супружеской любви, семейного счастья и верности. Или просто день памяти святых Петра и Феврония. Но это уже совсем другая история. В общем, любите друг друга и будьте любимыми. Надеюсь, это видео было для вас познавательным. Это был Виноградный подкаст. Всем пока.